Очевидно, что в состоянии стресса тебе хочется съесть вовсе не морковку или брокколи, а что-нибудь сладкое или жирное. Такая пища помогает справиться с отрицательными эмоциями, а заодно повышает уровень сахара и холестерина. В итоге ты вновь чувствуешь голод, и все повторяется заново. В следующий раз, когда стресс потребует заедания, вместо шоколада и чипсов возьми белковый коктейль, йогурт или цельнозерновой хлебец, тогда сахар резко не подскакивает и тебе не захочется продолжение банкета. У стрессового переедания может быть и другая причина, если ты слишком давно ничего не ела, организм требует двойную порцию. После долгого и полного стресса в дня ты голодна и готова съесть больше, чем требуется. Постарайся соблюдать интервал 3-4 часа между приемами пищи. Так проще контролировать размер порции и не съесть лишнего на фоне стресса. Люди, которые умеют расслабляться, реже подвержены эмоциональному перееданию, чем те, кто постоянно живет на грани срыва. Для этого не нужно медитировать по 10 раз на дню, достаточно придерживаться некоторых правил, многие привыкли есть, глядя в экран телевизора или телефона. Постарайся избавиться от этой привычки, ешь за столом на кухне или в столовой. После того, как поела, убери оставшуюся еду обратно в холодильник, а не оставляя на виду. Сократи до минимума вредные перекусы, чипсы, сухарики. Если твое любимое кафе находится по пути с работы домой, это не значит, что в него непременно нужно заезжать. Конечно, подумать об этом нужно до того, как начнешь расплачиваться за еду на вынос. Фото шатерсток.